Меланомия. Спасибо, господин председатель, дорогие коллеги. Доброе утро. Для меня большая радость быть здесь. С вами я хочу поблагодарить организаторов также от имени профессора Стефана, моего шефа. Я буду говорить о некоторых аспектах генетических, эпигенетических и молекулярных изменениях в меланоме. Меланоциты – это клетки, которые продуцируют пигмент, которые находятся в клетках, в нашей коже не только, они в прямой кишке есть и в других органах. Меланома – это заболевание мелоцитов злокачественное. Наверное, я не буду говорить о эпидемиологических аспектах, мы их только что обсудили, но я хочу просто указать на некоторые аспекты клинического диагноза, связанного с этими опухолями. Я хочу указать, что вот это ABCDU – это золотое правило клинической диагностики меланомы. И мы должны различать эти опухоли, и мы их разлучаем с этим способом. Во-первых, мы оцениваем диаметр, во-вторых, мы оцениваем эволюцию поражения очага, во-вторых, мы оцениваем границы. И в основном это те признаки, которые позволяют нам четко определить злокачественные процессы, отделить их от доброкачественных. Но каково же у нас основное правило морфолога, которое определяет диагностику меланомы, во-первых, и также определяет ведение или лечение пациента. Во-первых, надо сказать, что патоморфолог или вообще морфолог влияет действительно серьезно на диагностику, на выявление этих опухолей. Как и в других опухолях, в других типах опухолей, морфолог, как правило, имеет последний голос в диагностике по гистологической оценке макрообразца. И морфолог отправляет нам отчет с информацией, которая позволяет нам назначить оптимальную терапию, оптимальное лечение пациенту. Этот отчет включает не только определение или диагностику самого поражения, самого очага, но и все диагностические параметры. И это молекулярный профиль, который помогает онкологу затем лечить пациента и направлять его на наилучшую, на более оптимальную терапию. Морфологи также определяют молекулярные биомаркеры в макрообразцах опухоли, потому что он прежде всего тот человек, который работает непосредственно с тканями. И в конце концов они направляют также на молекулярный анализ образцы для того, чтобы получить полную диагностику. Итак, в основном морфолог очень серьезно может быть как раз тем самым человеком, который лучше всего соотносит ткани, макрообразцы с молекулярными результатами. В гистологической диагностике меланонного рака мы имеем определенные критерии, которые как бы приводятся вот на этом списке. С точки зрения клинического диагноза асимметрия является клиническим моментом также и для гистологической оценки этих опухолей. Но гистологические критерии сами по себе, они связаны с определенными проблемами, которые, конечно же, существуют. Очень многие критерии, которые мы сегодня видим, они имеют очень низкую чувствительность и специфичность. Гистологические критерии очень часто оцениваются по-разному, по-разному, разными морфологами. И они, как правило, мы получаем информацию от типичных случаев, но не от сложных случаев, которые, как правило, для нас самые сложные для диагностики. И как раз нам нужно определиться именно по ним. И очень часто у нас есть противоречивые критерии по одному и тому же образцу. Поэтому гистологические критерии для нас очень важны. И, безусловно, диагностика основывается именно на них. Но нам нужны определенные рекомендации, которые мы должны принимать во внимание. Они должны использоваться группами, и они должны применяться по специфическим гистотипам. Это означает, что если мы с вами вместе возьмем один критерий, конкретно, кумулятивный критерий, не может нам быть диагностически полезным. Мы должны понимать, что существуют определенные подтипы меланомы, которые нам нужно... Их очень сложно отличить зачастую от их доброкачественного, так скажем, соседа. Поэтому морфологические и гистологические критерии очень важны, но они недостаточны для того, чтобы получить оптимальную диагностику. Как насчет подтипов меланомы? Самый главный подтип меланомы – это, как правило, такие поверхностные распределения. Это такое очень плоское новообразование на ранних фазах. У нас также может быть надулярная меланома, которая гораздо глубже прорастает в ткани, нежели чем поверхностная. Она гораздо темнее, и у нее гораздо более тяжелое и очень раннее развитие, и оно гораздо более быстрое. Иногда мы можем с вами говорить о злокачественном лентиго. Это, как правило, очень большое, очень плоское, коричневого цвета новообразование. Затем у нас более яркие, более редкие, извините, новообразования. Это, например, вот такие акральные новообразования, и они, так скажем, периферические, очень большие. Как правило, на подошвах или на ладонях они образовываются, и они очень часто возникают у определенных этнических групп, таких как азиатское население или чернокожее население. Десмопластические варианты очень редки. Среди других хорошо определяемых гистопологических вариантов меланомы, скорее всего, стоит указать некоторые, такие как мукозальная меланома или акральная меланома. Это такого рода меланомы, которые могут возникнуть из ситуации, когда у нас из внутренних органов прорастает, то есть это не инсоляция, которая приводит к ним. Как я уже говорила, отчет морфолога должен включать в себя также то, что является прогностическими параметрами, или то, что мы сегодня считаем прогностическими параметрами. И прежде всего, это длина или глубина, извините, или толщина опухолей по толщине Брислоу. И это, на самом деле, как раз та самая, затем регрессия, фактор прорастания или фаза прорастания. Это как раз то, что позволяет нам стратифицировать риски и имеет большую прогностическую ценность для дальнейшего введения пациента. И надо сказать, что сегодня единственный фактор, который действительно может влиять на выживаемость среди пациентов с меланомой, это стадирование заболевания, которое в основном основывается на распределении, на разрастании и прорастании в глубину этой опухоли. Давайте посмотрим вот на такую таблицу, которая была взята из исследований AGCC. И это эпидемиологическое было исследование. Мы здесь видим очень хорошо, что выживаемость, цифры по выживаемости на глобальном уровне у пациентов с меланомой, они напрямую связаны со стадией заболевания. И здесь, так скажем, есть прямая взаимосвязь, но также есть определенные моменты, на которые я хотел бы указать вам. Их видно в этой таблице. Есть вариабельность приблизительно, есть 3%, извините, пациентов, которые не выживают 5 лет, то есть 5-летняя выживаемость, они не достигают ее, даже если у них первая стадия опухоли. И с другой стороны, есть 10%, у которых выживаемость больше 10 лет, несмотря на то, что диагностирование уже происходит на 4-й стадии. И есть определенный процент выживаемости, который относится к третьей стадии, это резиктабельные опухоли. И здесь у нас выживаемость выше, нежели чем выживаемость среди некоторых опухолей, где стадия всего лишь 2А. И причина этому до сих пор неизвестна. Скорее всего, это генетический профиль, генетическая диагностика может нам помочь в объяснении вот этих непонятных совершенно явлений. И некоторые просто случаи, которые я вам хочу привести, это клинические случаи. Это пациент 31 год с очень толстым поражением, с тонким, очень низкий индекс по Бреслоу. 18 месяцев у него выживаемость была после постановки диагноза. А вот это очень большая меланома у женщины 65 лет, и она, в общем-то, достаточно долго выжила. Больше 10 лет у нее выживаемость. Она, насколько я знаю, до сих пор жива после постановки диагноза. Иногда у нас действительно хорошие диагностические маркеры есть по результатам морфологии. Вот такие гистологические критерии, как я вам показывала до этого. На самом деле много было обсуждений. Вот в этом случае было очень сложно определить, меланома это или нет, потому что действительно данный образец никаким образом не соответствовал никаким гистологическим критериям диагностики, которые мы обычно используем для диагностики меланомы. Вот это определенные случаи клинические, где хороший генетический анализ, генетическое профилирование действительно поможет нам не только определить, сертифицировать риск, но и даже поставить диагноз. Итак, традиционно меланома диагностируется по морфологическим критериям, как клинические, так и морфологические, и мы также можем определить тяжесть. Очень часто клиническое течение очень плохо соотносится с морфологическими результатами, и мы можем задать себе вопрос, геномика меланомы, может ли она дать нам более точный диагноз и позволить индивидуализировать терапию? Для того, чтобы лучше сертифицировать риски среди меланомных пациентов. Большой шаг вперед был сделан в последние годы. Прежде всего, в понимании биологии меланоцитов. Прежде всего, была изучена генетика, которая ведет к неопластической трансформации этих клеток. Вот, давайте посмотрим на основные аспекты биологии меланоцитов. Прежде всего, это выживаемость клеток, метаболизм, их жизнеспособность. Есть два сигнальных пути основных, которые показывают, которые показаны здесь. Это два пути, которые активируются после стимуляции разными факторами роста, такие как тромбоцитный фактор роста, и которые активируют сигнальный каскад, который ведет, в свою очередь, к транскрипции генов и к стабильности протеинов. Самые основные из этих протеинов в конце этого каскада – АКТ, фосфориляция, ретинобластома и стабилизация АПТ. В меланоме что происходит? Вот этот путь, вот эти пути, они десрегулируются, десрегулируются множественными параметрами. И мы прекрасно знаем, что есть несколько мутаций, которые могут действительно влиять на эти процессы, которые в конечном итоге приводят к неопластической трансформации меланоцитов. И прежде всего, мы прекрасно с вами знаем, что есть вот такая мутация, это мутация Jeremy Line, которая является мутацией в CDK и NG генах. При помощи альтернативных промоутеров и транскрипции в разных... ...и разных рамках считывания в результате приводит к тому, что протеины ретинобластомы мутируют, и в результате у нас получается десрегуляция циклического контроля. Итак, мутация в CDK4 в этом гене нарушает клеточный цикл, контроль клеточного цикла. И в результате мутация в больше, чем одном гене в результате приводит к модификации хроматина. И это все ассоциируется прежде всего с определенным типом меланомы, который называется БАБУМа, потому что это на самом деле то, что типически ассоциируется с первым типом мутации, который я описал в гене БАБ, извините, один. На данный момент мы исследуем непосредственно эту мутацию, потому что она, как правило, возникает в пигментированных поражениях, в пигментированных очагах, и некоторые из них оказываются меланомами. Мы отправляем их, как правило, на генетическое тестирование, и, как правило, все они оказываются зависимыми, клонально зависимыми, и у всех у них есть мутация в гене БАБ-1. Это довольно редкая форма, но, тем не менее, она существует, и в результате мы должны понимать, что существует определенный вот такой специфический вариант, который ассоциируется с конкретной мутацией, и это может возникнуть действительно, это может возникнуть в вашей диагностической рутине. Существуют и другие гены, которые также в семейную, в наследственную меланому можно включить. Это определенные генетические мутации, которые известны, но есть и те, которые неизвестны, и нам еще многое предстоит изучить. Существуют определенные полиморфизмы, которые определяют предрасположенность к возникновению меланомы, и особенно высоко полиморфичные рецепты меланокартина. Это то, что очень серьезно связано с предрасположенностью к меланоме. Мелокартин, как правило, регулирует меланоциты, биологию меланоцитов. Это ген MITF. Сам по себе он амплифицируется, на самом деле, по статистике, в достаточно большом количестве случаев. И затем в литературных источниках было также описано большое количество полиморфизмов, которые связаны с меланомой. Да, это полиморфин с джемлайн, о котором я говорил. Ну, как насчет соматической мутации в меланоме? Меланома, как фактически, является... Она несет в себе самый высокий уровень мутации среди всех человеческих опухолей. Надо сказать, что меланомные опухоли, они обычно имеют очень большую генную нестабильность. Нестабильность генома. Есть еще одна, так скажем, черта меланомы с генетической точки зрения. Дело в том, что они несут в себе большое количество УВИ-сигнальных мутаций. В результате ультрафиолетовое облучение действительно приводит к отклонению в ДНК. И в результате это ведет вот к этим двум транзициям. Это СТ и ГТ. Это действительно то, что характерно для генов человека. Этот переход непосредственно в пассажирской, так называемой, мутации мы можем обнаружить. Это эпифеномен, некий эпиявление, которое может привести к мутации при меланоме. И, безусловно, существуют и так называемые драйверные гены, которые также мутируют в 46%. В результате гены могут действительно, генные мутации могут привести к неопластической трансформации. P53 также содержит большое количество мутаций, связанных с ультрафиолетовым спектром. И P16 точно так же относится к мутациям, связанным с ультрафиолетом, на около 60%. Основных драйверов при меланоме, они непосредственно находятся в транзиции, или происходят из-за транзиций в Т и G в Т. И есть определенные транзиции, переходы, которые действительно ассоциируются вот с этими мутациями. В IDH1, например. Мы уже слышали до этого, и мы знаем прекрасно, что меланома – это опухоль, которая связана с ультрафиолетовым спектром. По этим данным, как вы видите, мы можем задать себе вот такой вопрос. Можем ли мы на самом деле задать себе этот вопрос? И действительно ли это опухоль, связанная только с ультрафиолетовым излучением? Я задаю этот вопрос именно потому, что, я уже говорил, только 46% драйверных генов, они действительно имеют в себе подпись, которая ассоциируется с ультрафиолетовым спектром. Меланома может возникнуть без какой-либо экспозиции ультрафиолетового излучения. И самая частая мутация, которая может быть обнаружена в меланомном раке – это маккеназа, путь маккеназы. И это мутация РАФ также, которая у нас присутствует приблизительно в 50%. Затем НРАС, мутация в гене НРАС – это тоже приблизительно 15-20% всех меланом. СИК-К мутация, ГНА мутация в этих генах является тоже типично ассоциируемой с определенным типом меланомы. Они на самом деле не являются Харбером подписи, но тем не менее, несмотря на это. Мы должны принимать во внимание, что даже если меланома или большинство опухолей не содержат обычные генетические подписи, связанные с ультрафиолетовым спектром, тем не менее, мы должны принимать во внимание, потому что ультрафиолетовое излучение плюс определенная мутация может быть повышенным фактором риска. Это может быть определенная промутация. Некоторые из этих мутаций в некоторых случаях присутствуют одновременно с другими мутациями в других генах, другого типа мутациями, которые при этом имеют подписи, связанные с ультрафиолетовым спектром. Соответственно, это истинная правда, что самые частые мутации при меланоме, они не ассоциируются с ультрафиолетовым излучением, но эффект ультрафиолета, тем не менее, можно объяснить другими способами. Это не прямая подпись, может быть. Что можно сказать о метатастических фенотипах таких меланомов? Она нестабильна меланомой, изначально генетически, и она несет такой высокий уровень мутации, который трудно представить. Вы можете себе представить, что происходит при метастатической меланоме? Очень трудно генетические сигнатуры найти в случае метастазирования, метастатической. Мы пытались увидеть все, что есть в литературе. Есть гены, которые считаются связанными с мутациями. И ТЕРТ, например. Некоторые авторы говорят о сниженности экспрессии BCL2, типичной для метастической меланомы, или, наоборот, повышенная экспрессия других генов, таких как MCL1, BCLXL, например. Но на самом деле все гораздо сложнее. Метастатическая меланома – это действительно очень важный предмет, который нужно учитывать при ведении пациента в клинические условия, потому что стратегии могут быть неэффективными, они часто бывают неэффективными. Если мы думаем о хирургии, это может, и метастатическая меланомия, это может принести успех, но все зависит от количества таких сайтов метастатических. И интерлекин-2 также влияет на ответ. И на самом деле полный ответ при высоких уровнях и дозах дает полный ответ в пациентах в 50% слушающих. Если это пилимумап, например, и анти-CTЛ, А4, анти-ТЛА, здесь очень мало полных ответов. И ПДА, ПДЛ-1, картина в этих случаях также может быть совсем различная. Может быть при веморофении бидраматическая регрессия, например, сопротивление. Кемотерапия может оказаться неэффективной. И поэтому сейчас продолжаются исследования, и ответы могут быть, например, у пациентов, которые несут B6000, мутации достаточно хорошие, но здесь и резистентность есть, есть рекуррентность, есть рецидивы. И в очень высоком количестве случаев, несмотря на то, что мы возлагали очень большие надежды на ингибиторы при такой мутации, когда БРАФ задействован при использовании веморафениба, нам нужно лучшее понимание способов, которые могут помочь преодолеть резистентность такому лечению. Кеназные пути, МАК-Кеназные пути, они тоже, их важно понимать для определения стратегии. Прежде всего, все мутации в МАП-Кеназе 70% в меланоме. Это происходит обычно, а эти мутации, в общем, эксклюзивные. У нас есть подходы ко всем, так сказать, акторам-действователям. По крайней мере, мы начинаем некоторые из них понимать уже больше. И мы надеемся, что мы сможем использовать наши знания вот этих путей, этих каскадов для лучшего лечения. И, как я сказал, мутации в БРАФ крайне важны. Это очень часто. Это иммунохимические стратегии могут помочь. Хорошие антитела позволяют патологу делать первый скрининг пациентов, для того чтобы направить их на соответствующее лечение, правильное лечение. Это очень большая задача и вызов. И это то, что как раз здесь мы уделяем очень большое внимание этому. Вот один из случаев хорошие антитела необходимы для того, чтобы идентифицировать мутацию у пациента и посмотреть, каким образом пациент может выиграть, от какого лечения. Но резистентность, как я сказал, это проблема. Кроме того, дополнительные мутации. И они тоже могут играть роль. И поэтому ответ у пациента может быть... Пациент не может не давать ответа на лечение, несмотря на то, что теоретически мы можем это лечить. Что касается эпигенетических сигнатур. Хочу вам показать эту таблицу, чтобы вы увидели, насколько недавно были сделаны прорывы в этом поле. И огромное количество генов было обозначено, которые были... Они могут быть при меланоме гиперметилированной, и наоборот гипометилированными. И кроме того, есть еще и другие эпигенетические механизмы, например, макро-РНА, РНКП, то есть как картина очень сложной с эпигенетической точки зрения в конце концов. И она нам помогает, может понять, по крайней мере определить некоторые лекарственные средства, которые можно исследовать в клинических исследованиях. И вот не ингибиторы, о которых я говорил, например, которые должны дальше тестироваться в контексте клинических исследований, например, ингибиторы БРАФ и так далее, мутированно. Нам, имея дело с такими опухолями, мы должны понимать, что нам необходим банк данных по опухоли, опухолевый банк данных. И для того, чтобы охарактеризовать опухоль, нам нужно какие-то иметь в банке для того, чтобы можно было к ним обращаться и проводить анализ. Это было бы достаточно просто, если бы мы анализировали метастатическую нейроному, большие повреждения. Это связано с большим материалом, который помогает поставить диагноз и сохранить что-то для генетических исследований. Но это не всегда так. И очень не всегда возможно, очень трудно, когда речь идет о небольших повреждениях. Один из вызовов для патолога в наши дни, и в будущем это будет, это извлечь как можно больше из наименьшей гистохимии, генетическое тестирование, определение. Иногда нам приходится работать с очень маленькими кусочками ткани, результаты биопсии. И это очень трудно, когда мы хотим профиль сделать опухоли, молекулярный профиль. Мы пока не можем и не говорим о клеточных линиях, о таких сценариях. РНК тоже важно. И эта тема для исследований скорее, наверное, сейчас больше, чем та тема, которая может что-то внести в стратегии. Мы должны работать со свежими замороженными опухолями. И это такой источник, честно говоря, мы говорим об источнике, это, конечно, в парафине, зафиксированные сейчас. И мы говорим все больше и больше о генетическом профилировании опухоли, которые нам необходимы. И дело в том, что формалин, на самом деле, если фиксация идет, то это проблема. Мы знаем эту проблему, мы знаем, что мы не сможем... И сейчас от него уходят патологические лаборатории патологов все больше и больше в Европе. Мы сейчас хотим стандартизировать протоколы для иммунохимии, для других задач в Европе. И мы движемся в этом направлении. В будущем правительства, наверное, должны будут прислушаться к нам. И, наверное, они заставят нас поменять даже протоколы от наших основ. То, что не всегда пока сделано, это один из вызовов, которые нам нужно столкнуться. Если мы говорим о новых методах исследования, нужно менять методы обращения с образцами. Итак, мы зависим от микроскопа, когда мы работаем с меланомой. Клинические данные пациентам, определения морфологии на основе гистологических критериев, которые я вам показывал уже, но не всегда одинаковую картину видят разные патологии. Но, скорее, это характерно для прошлого. Сегодня мы ставим диагноз всегда, принимая во внимание наши гистологические критерии, которые, наверное, так и останутся с нами. Дольше, чем мы думаем, мы будем ими пользоваться. Клинические данные, морфология, также иммунохимия и другие. И мы начинаем молекулярное профилирование проводить, чтобы определить тип повреждений и стратифицировать риски. Каково будущее наше? Мы надеемся, что многие другие подходы позволят нам, которые развиваются и оттачиваются, разработать более надежную диагностику, которая позволит нам предоставить пациенту наилучшее для него лечение. Моя группа написала вот эту работу. Это обзор, который вышел не так давно. Но и на самом деле за последние годы даже многое изменилось, все очень быстро развивается. И мы постоянно работаем с литературой, и мы все должны делать это. Но каждый месяц что-то новое публикуется. Поэтому будущие вызовы... Что мы ожидаем от будущего? Мы понимаем, что морфологическая классификация связана с большой фрагментацией. Объединение генетических сигнатур. Это может облегчить нам картину. Вот это один из вызовов, который перед нами стоит. Мы также понимаем, что нужно лучше знать и определять драйверные мутации, пассажирские, пассивные, так сказать. И какие гены самую важную роль играют в развитии и прогрессировании этой опухоли. В данный момент мы проводим наше генетическое профилирование на основе определения некоторых горячих точек мутационных, которые наиболее часто и релевантны, в которых генов, которые, как уже известно, играют роль в развитии меланомии. Генетически функциональный анализ также нужно. И это огромное количество данных, и мы должны уметь с ними обращаться. И мы думаем, что скоро очень многого нового произойдет в наших лабораториях. Но по-прежнему, к сожалению, мы как бы заведены на лабораторию, заточены на лабораторию сейчас. И нужно будет потом в клиническую практику перевести все эти знания на уровень рутинной диагностики. Я бы хотел поблагодарить мою группу. Дмитрий Москович, эксперт-патолог, молодой Даниэл, молодой патолог. Это лаборатория, и глава нашей лаборатории, и, конечно, профессор Стефано, и профессор Дероза. Спасибо вам за внимание. До новых встреч!